Солнечный днём В песнях толку нет Мой друг, не верь, не верь, не верь Пусть песня входит в дверь Радостным днём Войдёт улыбка в твой дом И сердце ей отвори Её друзья подари Ворчит, ворчит сосед В улыбках толку нет Мой друг, не верь, не верь, не верь Открой улыбки дверь Ворчит, ворчит сосед В улыбках толку нет Мой друг, не верь, не верь, не верь Открой улыбки дверь Пасмурным днём Печаль минует твой дом Когда с тобою, друзья Улыбка, песня и я Ворчит, ворчит сосед В друзьях, мол, толку нет Мой друг, не верь, не верь, не верь Пусть дружба входит в дверь Ворчит, ворчит сосед В друзьях, мол, толку нет Поверь друзьям, поверь, поверь Оставь открытой дверь Вообще-то говорят, что это произошло где-то не то на Чукотском, не то на Кольском полуострове Но весь съёмочный коллектив единодушно решил, что это могло случиться только в каком-нибудь городе Крымского полуострова Им виднее Ещё говорят, будто про всё это даже в какой-то газете писали Я, признаться, сам не читал Но попробуем обратиться к самим героям этой маловероятной истории Уж они-то, что называется, не дадут соврать Товарищ Курыкин, Роман Ильич, это действительно с вами было? На самом деле? Стоит ли вырошить старое? А, товарищ Шульгин, сейчас мы его спросим Алёша, между нами, это правда? Вы знаете, о чём я? Неужели и вы? Ну, а с кем не бывает? А всё-таки? Да ну, тоже вспомнили Пока всё мало вразумительно Спросим третьего участника событий Товарищ Сазонов Простите, я спешу Нет, один вопрос То, что мы сейчас покажем, это правда? Смотрите сами А точнее? Хотите, верьте Хотите, нет Ходят слухи, что город этот Совершенно какой-то особенный Родильные дома, например Здесь строят не по типовым проектам А с расчётом на повышенную пропускную способность Город этот в нашем промышленном потенциале Значения почти не имеет Тут нет полезных ископаемых Но по проценту рождаемости Он давно и прочно занимает ведущее место в стране Как тебе кажется, она на меня похожа? Похожа? Получили! Получили! Ордер! Ордер! На квартиру! На квартиру! Ура! Дочка, а хотели мальчика Успокойтесь, Олег Владимирович Дочка, это тоже хорошо Да-да-да-да Я же не умею стирать Ты меня знаешь? Ну что значит двойня? Раз-два и обчёлся Повтори! Повтори! На меня! А на кого же ещё? На кого-то ещё? На Жерара Филиппа На какого Филиппа? Откуда ты его знаешь? Мы же договорились на свадьбу Эдуардом Ты ему ещё свою штангу принёс Аппетит! Есть! Вот! Не хуже твоего! А он не худенький! Торты! Весёленький! Кричит громче всех! 52 сантиметра! 3 500! По-моему, уже мыслит Советую не спешить с выводами Не выпади в окно! Кричит громче! Кричит громче! Неизвестный художник 17 века полностью выразил жизненный идеал, к которому так стремился дирижер самодеятельного джаза Роман Курыкин. Но вдруг, через пять лет после рождения сына, он обнаружил, что самое сокровенное его чаяние находится на грани катастрофы. Ну, спой, ля. Ну, какой же это ля? Неужели это так трудно? Ну, давай. Ля! Прекратите. У меня уже трещит голова. В нашей семье у всех был исключительный музыкальный слух. У тебя нет. Тебе не стыдно? Нет, так нет. И не мучай ребенка. Ну, давай. Ля! Слушай, а почему у него серые глаза? Голубые. Какие же это голубые, когда это серые глаза? Голубые, как у меня. Ты уверена? Дальтоник. И на Курыкина нахлынули воспоминания. Дорогие мои, поздравляю вас с серебряной свадьбой. И желаю вам всего хорошего. Разрешите? Пожалуйста. Прошу. Нет. А у меня сын родился. Сейчас ему трое суток, целых 12 часов 44 минуты. Поздравляю. Но только бы я на вашем месте так бы не радился. Почему? Первый назовем Дуардо. А он у вас в больнице? Да. Так вот я бы на вашем месте поторопился. Почему? Наивный вы человек. Да. Вы знаете, что там происходит в родильных домах? Все время путают роденцев. Родится один, а выдают другого. Не может быть. Живем в такое время, когда все может быть. Но мне говорили, что их показывают мамашам потом есть. Какие-то жетоны. А, жетоны, жетоны. Вот у меня родился мальчик. А вы дали девочку. Никто из местных жителей не посмел бы так шутить. Этот, видимо, приезжий. Забаррикадировались! Мужчина, вход строго воспрещен! Мужчина, вход строго воспрещен! Пантелеймин Александрович, кажется, он думает, что мы перепутали его ребенка. Спокойно, спокойно. Это не так смешно, как кажется. Человеку надо объяснить, и он поймет. И он поймет. Простите, как вас зовут? Моя фамилия Синицын. Будем знакомы. Одну минуточку, и от ваших сомнений не останется и спидан. Слушайте меня внимательно. Вы же интеллигентный человек. Поймите, в системе наших родильных домов безобразий быть не может. Что вы? В системе? В системе безобразий нет. Но, как исключение. Признаете? Давайте обратимся, в конце концов, к вашей жене. Вы умный человек. Не жалуюсь. Тогда зачем же вы хотите, чтобы у нее был преждевременный разы в сердце? Поймите меня. Маленькое зернышко недоверия. Так сказать, чей в сомнении я. Ну, теперь вы поняли. Верите. Вы даете гарантию. Хорошо, хорошо, простите. Хорошо. Простите за беспокойство. Я понимаю, что это глупо. Но кто еще родился в этот день и час из мальчиков? Ну... Да, видимо, врач тогда не развеял до конца сомнений в душе впечатлительного папы. Да, теперь, спустя пять лет, Роман Ильич вспомнил, что вместе с его Эдиком в один день и час родились еще два мальчика. Сазонов и Шульгин. А где моя старая записная книжка? Курыкин немедленно назначил свидание их отцам в самом укромном уголке города. Шульгин Сазонов. Шульгин Сазонов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что же, ничего не топишь. Мяч опять в штабной площадке. Напоминаю, счет один-один. Один-один. Атака. Мяч еще в Богортарске. Вот он удар. Мяч отстойкивает отцамги. Еще раз удар. Братарь отбивает. Еще раз удар. Гол. Теперь вы понимаете, что не мог вас не соврать? У кого-то из вас мой сын. Мой сын. Представляете? У мальчика должен быть слух. Исключительный слух. Мальчик должен петь. Надо проверить. Да бросьте вы, что я не знаю, что Толик мой. Неизвестно, неизвестно. И все-таки это абсолютнейший абсурд. Да, Туся же виднейший. И все-таки я прошу, присмотритесь к своим. И умоляю, не рейте женам. Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром. Раз, два, раз, два, раз, два, кругом. Раз, два, раз, два, раз, два, раз. А почему Толик был беленьким, а теперь темнеть начал? Можно я выйду из-за стола? А где моя глава? Логичная функция интегрального ряда бесконечно малых, а? Если черный к дорогу перейдет, а пока... Трансцендентная? Угу. Михаил! Опять мамина диссертация? Что? А где кубики? Ну, вспомни. Я ему купила кубики с таблицей умножения, а он их выкинул в окно. А я в твоем возрасте подходила к десятичным дробям. Михаил, ты наказан. Иди в угол. А он все поет. Соседка убеждает меня, что у него абсолютный слух. В моей семье не было музыкантов. А в твоей? Вспомни. Уши мои. Ну, уши понятия растяжимое. Тем более глаза. Глаза. Глаза не очень. Не очень. Нос. Нос мой. Нос мой. Губы не... Не мои. Твои? Не мои. Твои? Послушай, ну, спой. Спой. Ля-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Вы не волнуйтесь, давайте начнем все сначала Значит так, сначала все шло нормально У Толика волосики были беленькие, как у меня, как у Дуси и как у бабушки, по Дусиной линии Кто такая Дуся? Это моя жена А потом они темнеть начали Ну и следовательно? Ничего не следовательно Я, если изволили заметить, тоже брюнет Позвольте То есть вы считаете, что мой это ваш? Но в таком случае чей же ваш из Тейшнгин вообще отпадает? Позвольте, позвольте То есть как это я отпадаю, когда у меня дед был черный, как ворона? Да-да То есть, минуточку Начнем все сначала Вот она Правда, есть еще одна бабушка Но на той фотографической карточке ей 78 лет Попробуем сделать из нее Пятилетнюю Может, этих на нее похож И все-таки я предлагаю обратиться к науке Да? Вы представляете, что тогда будет? Придется привлекать женщин А потом я уже сомневаюсь Мало ли чего У талантливых родителей редко бывают талантливые дети А вы талантливый? Не знаю Не везучи я-то точно Доверяй, но проверяй Подвергай все сомнению Стыдись, смешно Культурный человек поверил этому абсурднейшему вздору Да нет, Анатолий мой Опять же спортсмен Он должен быть мой Сомневаюсь, следовательно, мыслю Нет, надо разорвать этот заколдованный круг Ну как? Товарищи! Друзья! Есть конкретное предложение? Не понимаю Надо, нужно Не понимаю, зачем вам это нужно? Необходимо Ведь я же вам даю на улучшение А мы на ухудшение Ухудшение Так там же общая кухня Мы обожаем общие кухни Там где-то мусоропровода Тем лучше У нас не бывает мусора Не понимаю Зачем вам это нужно? Ведь мы же хотим немногого Жить вместе Вместе? Вместе Временно Спасибо Пожалуйста Ура! Получили! С газом В центре Это же мечта твоя Воздух Озон Теплоэлектроцентраль Воздух 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Озон! Не вставай! Чистейшей воды, Озон! Ох, ни трамваев, ни автобусов, ни троллейбусов, вообще ничего! Ландшафт! Угу! Не слышно шуму городство? И речка под окном блестит. Поэзия. А что это был за шум? Это мы переехали, Галочка. Там люди. Это не люди, это соседи. Это не отдельная квартира? Видишь ли, Галя, меня уже давно волновал вопрос. Не слишком ли мы в нашей семейной жизни оторвались от масс? Ты же не хочешь, чтобы наш единственный сын рос индивидуалистом. И потом тебе тоже не безинтересно женское общество, правда? Да. Откуда ты знаком с этой элегантной дамой? Какой? Из коридора. Ну что за вздор, Галя? А в самосвале? Что в самосвале? Вспомни. Ну что за абсурд, Галя, ну абсурд. Ну извини. Просто поразительно. Абсурд. Не выпади в окно. При моем стаже исключено. Я люблю тебе жизнь. Все мы знаем, что это не ново. Тайра-рим, тайра. Ой, Алешенька, ну да чего ж хорошо. Железно. И хорошо, что обоев нет. Ага. Прилично. Прилично. Леш, давай справим новоселье, а? Все вместе с соседями. Культурно споем. Точно. Точно. Обмоем, да? Ага. Это надо сообразить. Не кочегары мы. Не кочегары мы. Не плотники. Не кочегары мы. Не плотники. Консерв сухого. 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 Рома. Роман. Ой, хорошо. Хорошо. Нюша, обратите внимание на 46-ю квартиру. Сегодня съехалось три семьи, трое детей. Сами понимаете, мира ждать нечего. А, дело привычное. КОНЕЦ 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 Таким образом. КОНЕЦ 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 Таким образом, мы имеем право. Не знаю, напрасно мы отказались. У них наверняка приготовлено что-нибудь домашнее. Грибки, селёдочка. Тебе бы только есть. Вспомни, человек выше сытости. Кажется, это не про меня. Что за манера? Знакомиться с людьми за рюмкой водки. Продолжаем. Не знаю, не знаю. А вот маринованные грибки это вещь. Угу. А плюс Б. На мирную жизнь надеяться нечего. Надо взять детей в свои руки. Главная наша задача. Наблюдать и сравнивать. Сравнивать и наблюдать. А пока составим график дежурств по воспитанию наших общих детей. Толя, Эдик, Миша. Наши общие дети должны быть добрыми, тонкими, артистичными натурами. Культурки побольше, это верно. Но главное, человек будущий должен быть сильным и бодрым. Интеллект и внутренняя самодисциплина. Так. Инициативу беру на себя. Программа минимум. Вам, Степан Сергеевич, я доверил бы вопросы питания. Вам, Шульгин, утреннюю физзарядку. А я буду прививать детям эстетический вкус. Мы сдружились довольно быстро. Что касается жён, у них этот процесс проходил несколько затруднён. Впрочем, они были всегда вполне любезны друг с другом. Можно даже сказать, порою слишком любезны. Что, например, меня всегда как-то немножечко настораживает. Какой красивый халатик. Это пеньо. Сами шили? Извините, пожалуйста. Вот это из Италии. Господи, вы в Италии были? Да, и в Италии, во Франции, и в Англии. Ой, подумай только. Да. А не жалко на кухню надевать запачкать цветы? И что вы? Женщина, если она женщина, должна следить за своей внешностью. Ну, по крайней мере, причесывать. Безусловно. Если вы кроме внешности ничего нет. Вы что-то сказали? Я сама с собой. Ага. Абстрактное место. Сделайте, пожалуйста, так. Ой, да пускай играет. Приятная музыка. Поп! 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 Надо детей проверить на слух. У нас у всех исключительная музыкальная семья. Папа преподает сольфежио. Бабушка пела в соборе. А у Этика нет слуха. Странно, но это факт. Ну, я не думаю, чтобы он пел как Ремешев. Но Акуджавы запеть должен. Роман Ильич, что вы предлагаете? Проверить детей на опере. На опере? Каким образом? У меня там связи. Нам сюда? Не совсем. Привет. Это со мной. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Привет. Привет! Здравствуйте. Я не могу, не могу. Очень нужно. Ну, пожалуйста. Ну, ладно, проходите. Еще двое. Здрасте. Внимание, седьмая цифра. Прошу. А почему зал пустой? Это называется репетиция. А что это такое? Это называется опера. А зачем мы сюда пришли? Когда человек с детства слушает серьезную музыку, он не способен больше на неблагородные поступки. А вы слушали? Ну, тихо. Я когда был... Тихо. Пуцаревич, Пойди. Пуцаревич, Пой спаситель, Пой погодщик, Извалийте. Путро ночи мудреней. Пуцаревич, 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 Слышали? Ты пел, да? Я пел. Не кочегары мы. Не плотники, не плотники. Ну, как? Что как? Слух только у Миши. Бедные экспериментаторы. Можно подумать, что дети просто сговорились опрокинуть теорию наследственности. Роман Ольхич. Роман Ольхич, ну не все сразу. Может, у вас есть еще какие-нибудь другие качества? Скрытые? Вы подумайте. Да ты не стесняйся. Свои же люди. Признавайтесь, признавайтесь. Ну, я трус. Хорошо. Ужасно боюсь волков, темноты и лягушек любых. Лягушек. Так, 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 так. Лягушек. Трус. А трусость. Хищники. Трус. 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 Трусость. Трус. Крумь, так, 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 так... Кто боится? Кто боится? Начальник испугался. Начальник испугался. Папа, а что такое начальник? Человек, который за все отвечает. Должен отвечать. А что, он умнее всех? Должен быть умнее. Как вы? Стой смирно. Ну? Не мешай. Молодец. Расту. А что, интеграл это помогает. Вот и взялся, посадись. Куда мне? Ты давай учись, а я пока. Товарищи студенты, сейчас я вам прочту лекцию о трансцендентной логичной функции интегрального ряда бесконечно малых. вспомни. Ты красивая. Ты думаешь, я красивая? Красивая, как папин мотороллер. Как нас пытаются убедить, мало-помалу и женщины стали оказывать друг на друга какое-то влияние. Но, как люди вообще более практичные, они старались извлечь из общения, попросту говоря, как можно больше пользы. Что ж, это более-менее похоже на правду. Малышун! Eu緊. Малышун! О, м... О! КОНЕЦ Дорогие товарищи, за первое место на соревнованиях юных автомобилистов досрочно принимаем вас в октября-то! Ура! Ура! Ну, что ж ты? Не мог их обставить, да? А мы все вместе, как наши папы! Боже мой, сколько еще будет испытаний! КОНЕЦ 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 Боже мой! Мне идет? Да вы не переживайте, ваш Степан Сергеевич все равно ничего не заметит! Неужели? Нет, мой Леша ничего не заметил! Да, угнаться за современной модой даже многоопытным дамам нелегко! Что правда, то правда! Мы с Романом сейчас идем на лекцию, так что, Степан Сергеевич, примите детишек! Позвольте! Посмотрим график! Так, зоопарк, пятница, театр, прачное, планетарий, кино, прачное! Угу, прачное, угу, прачное, угу, угу, угу! По графику твоя очередь! Ну и что, что по графику? А лекция какая? Ну тогда заманкой пойдешь ты! Заманкой пойдешь ты! Налейчи, налейчи бокалы! Миша, сыграем в тете Галину диссертацию? Да ну мне эта диссертация вов! Честно говоря, мне тоже! Как естественно и прекрасно играют дети! Неужели товарищ Сазонов опять что-то задумал? Нет, на этот раз все правильно! Наследственность есть свойство передавать свои свойства по наследству! Точно! Это свойство в высшей степени свойственно такому понятию, как наследственность! Однако надо признать, что секрет этого феномена, увы, хитроумно зашифрован природой даже на сегодняшний день! Слыхал! Зашифрован! Ничего, расшифруем! Но наука идет вперед, и поэтому я берусь утверждать, что о наследственности, об этой великой тайне природы мы сегодня знаем больше, чем знали вчера, а завтра будем знать больше, чем знаем сегодня! А когда завтра? Поточнее нельзя! Видите ли, коллега, в свете последних решений, слово завтра наука понимает не в конкретном, а в философски широком смысле! Так, значит, и через месяц нельзя! Возьму на себя смелость ответить так! Не знаю! Хотя, в принципе, очень может быть! Это было в те времена, когда устраивались торжественные встречи. В честь этого знаменательного события, Его Величество тоже решил устроить торжественную встречу. На это мероприятие были посланы пригласительные билеты, и многие из гостей прилетели. А Золушка? А? А Золушка? А Золушка в чем-то не явилась. Ну, принц был очень и очень расстроен, огорчен, потому что мачеха и ее две невоспитанные дочери, они тоже явились на бал. Мы рады приветствовать вас на нашей земле, сказал принц Янук. Можно? На аэродроме гостей встречали. Я за Толиком. Толик, домой! Не хочу! Что значит, не хочу? А нельзя ему остаться? Я в минут пять уложусь. Ой, вы знаете, мне завтра вставать чуть свет. Пойдем. Ну, что ли Золушка не прилетела? Нет. Можно я возьму Мишку? Бери. Ну, бери, пойдем. Ну, быстрее, быстрее, пойдем. Эдик! На чем мы остановились? Эдик, пойду спать, я хочу сказку. Видите ли, я рассказываю детям сказку. У детей есть режим. Эдик, идем домой, идем. Ну, пойду. Там тебя Мишка твой ждет. Я хочу сказку. Там тебя Мишка твой любимый ждет. Он его Толику дал поиграть. Ничего, мы сейчас возьмем у Толика Мишку, идем, идем, идем. Я хочу сказку. Да, на чем-то мы остановились. Папа, не надо сказку. Почему не надо? Я буду знать, чем кончится, а Эдик и Толик не будут. А разве тебе не хочется знать, чем кончится? Хочется, но лучше потом все вместе. Миша, go to bed. Толика Мишка Я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь. Ты спишь? Сплю. Вот, на, возьми. Нельзя, твоя мама не велела. Все равно бери. Ну, как ты думаешь, кто победит, мачеха или золушка? Не знаю, Миша знает. Пошли к нему. Пошли, пошли, пошли. Ой, ой. Кто это? Не бойтесь. Это моя мама спит и английский учит. Пусть отдохнет. А он не учит? Дядя Степа, дядя Степа, дядя Степа. Нет, нет. Что? Кто? Что это? Кто победил? Что победил? Вы почему здесь? Мачеха. Чи, золушка. Ну-ка, 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 Маша, Маша. Что-то... Тихо. Не бойтесь, дядя Степа. А я не боюсь. Три часа ночи. Ну-ка, вы по какому вопросу, граждане? Кто победил? Кто победил, мачеха или золушка? Хм. А зачем нужно знать это именно сейчас? А тогда мы пойдем спать. Да, но ведь так будет испорчена вся сказка. Ну-ка, а вам-то тоже нужно спать. Благодарю за заботу. Ну, я спрошу. Итак, о чем мы остановились? Золушку не взяли на бал. Ага, был такой печальный факт. Федик? Боже мой, где же Эдик? Эдик? Боже мой, Эдик! Боже мой, Эдик! Эдик! Ха-ха-ха-ха! Степан Сергеевич, рассказывай сказку! Пусть рассказывает! Печальная картина. Просто трудно поверить. Взрослые люди. Дети хотят быть вместе. Дети хотят дослушать сказку. Доброе утро, товарищи! Начинаем наши передачи. Этот гражданин, сосед сверху, кажется мне человеком умным и деликатным. И если бы наши герои, в сущности неплохие люди, жили естественной жизнью нормальных квартиросъемщиков, они бы непременно познакомились с этим человеком. И он бы их без труда образумил. И не было бы всей этой нелепой истории, и не было бы этой картины. И мне бы не пришлось во всем этом разбираться. ПЕСНЯ Это мой конец. Я понял это сразу, как увидел ее 10 лет назад. А что стоило завоевать ее? Лучшая манекенщица Одесса. Почти актриса. Но я победил. А потом это страшная полоса неудачи. С работы на работу. Север, юг, юг, север. Разве я этого хотел? Разве это жизнь? Роман, ты бабушку восстановил? Да. Здесь ведь 7 месяцев. Не, не похоже. То есть как не похоже? Вот бабушка, вот я, а вот папа. А это кто? Это я, то есть это бабушка. А все равно не похоже. Ну, знаешь, ты сначала по своей линии разберись, а потом уже моих предков кредиты. Товарищи, товарищи, прошу внимания. У меня готово. Подведем баланс. Итак, по моей линии среди предков имеются чистейшие воды русаки, украинцы, белорусы. Приблизительно такая же картина наблюдается и у тебя, Роман Ильич, но с Одесско-Херсонской линией. А вот, Алеша, у тебя явно преобладает восточно-сибирское направление, но мешает дед. По матери цыган нужно выяснить, отбивает ли рыжие цыгане. Ничего не хочу выяснять. Меня батька письмами бомбит. Почему я вам внука не показываю? Так вот, цыган по матери... Товарищ Ольгин, позвольте, пожалуйста, извините. Надоело! У меня батька грозится сюда приехать! Эврика! Эврика! Пускай приезжает ваш батя! Пускай приезжает ваш батя! Пускай приезжает мой папа! Пускай приезжают наличные предки! Пусть выбирают! Сказано, сделано. Сазонов и Шульгин волнуются в аэропорту, встречая дедушек и бабушек, а Курыкин... Стой смирно! Войдет, дедушка! Все равно стой смирно! Столбом! Понял? Закрой глаза. Дусенька, вы мне не одолжите на время. Толик, иди сюда! Меня наказали! За что? Да так, воспитывают. Ну ладно, я беру тебя на пороги. Что это такое? Вырастешь, узнаешь. Ты смирно столбом, пони? Угу. Равняйся! Смирно! Порядок! Ой! 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 Мишенька, мой хорошенький! Ах ты, мой малышенька! Угу! Видите, товарищ Сазонов, ваша мама не ошиблась. Ну, здоров! Привет! Ух ты, какой ты у меня молодец! Ну, за Шульгина я и не беспокоился. Это ты мой дед? Выходит, что так. А у деда Курыкина и выбора не было. И так все стало на свои места, но главный виновник не избежал ответа. С помощью логики, интуиции и архивных документов Курыкина срамили, изобличали, пригваждали. Но Роман Рич почему-то не слышал ни упреков, ни обвинений. Он только видел перед собой лицо человека, чья злая шутка властвовала над ним все это время. Есть люди, которые охотно верят дурным слухам, в расчете на то, что если они не оправдаются, радость увеличится ровного двоя. Глупая арифметика. Куда выгоднее верить только в хорошее. Вот что, наконец, вычислил Курыкин, когда убедился, что никто никого не перепутывал. Да, дорого обходятся истины. Но с другой стороны, если бы Роман Ильич все это не заварил, в этой комнате никогда бы не могло собраться такое замечательное общество. Этот довод смягчил сердца строгих судей, но и вызвал к жизни новую, по-моему, уже совершенно неразрешимую проблему. Надо что-то придумать. В разных районах мы жить не можем. Человек вообще один жить не может. Я жить один не могу, дети жить одни не могут, жены жить одни не могут. И вообще, друг без друга мы не можем. Ну хорошо, а что же нам теперь, по-твоему, делать? Что делать, что делать? Вот я же и предлагаю пойти к тому дяде. Не понимаю, зачем вам это нужно? Одни мы жить не можем, не можем, не можем. Не можем. Никак. Но ведь вы же были соседями по коммунальной кухне. Были, но теперь мы хотим быть соседями по лестничной клетке. По клетке. По клетке. Теперь я уже готов поверить во что угодно. Но что где-то есть такой начальник жилодела, товарищи. Пожалуйста. Пожалуйста. КОНЕЦ Как бы то ни было, герои обрели наконец душевное равновесие и в этом смысле сравнялись с остальными жителями этого необыкновенного города. Их дружба обещает быть долгой и прочной, ибо закалилась в наредкость серьезных испытаниях. А что касается таких многосемейных чаепитий на лестничных площадках, то в этом городе они не редкость. КОНЕЦ Эдик! Миша, Толик, на сказку! На какую сказку? А у нас сегодня по графику сказка. Папа! Ну что, присаживайтесь. Папа, там люди, они тоже хотят сказку. Какие люди? Наши люди. Заходите, люди! Давайте, заходите! Ого! Ну что ж. Я расскажу вам сказку. Это было в те времена... Очевидно, Степан Сергеевич научился таки рассказывать сказки, а это тоже не всякому дано. Однако, это уже начало другой истории, а это так или иначе окончено. Говорят, повторяю, что это всё было на самом деле. Хотите, верьте, хотите, нет. Я лично не верю. Пасмурным днём печаль минует твой дом, Когда с тобою, друзья, улыбка, песня и я. Ворчит, ворчит сосед, в друзьях, мол, толку нет. Мой друг, не верь, не верь, не верь, Пусть дружба входит в дверь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... Поверь друзьям, поверь, поверь, Оставь открытой дверь! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА